Какие рецепты успешной жизни предлагает дочь американского президента? Почему немецкий министр стал комиком, а австрийский канцлер разносчиком пиццы? И где можно отведать коктейль с виртуальной реальностью? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Как достичь успеха? Точно знает Иванка Трамп. Дочь президента США написала книгу-инструктаж для женщин о том, как стать успешной. Иванка успела пообщаться со многими профессионалами своего дела и готова поделиться этим опытом со всеми. Молодая бизнес-леди хорошо понимает, ей повезло больше, чем другим. Но книга именно о том, что каждая женщина, из какой бы семьи она ни была, может стать успешной. Все средства от продажи книги будут перечислены в благотворительный фонд. Экс-министр финансов Германии Пейер Штайнбрюк стал комедийным актером. В ближайшее время он вместе с профессиональным комиком Флорианом Шредером отправится в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу. Немцы в восторге. Все билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и Кёльне уже распроданы. Шубу стюардессы Титаника продали на аукционе за 230 тысяч долларов. Во время трагедии на борту Титаника Мейбл Беннет надела пальто для защиты от стихии, поскольку на ней была только ночная рубашка. Семья Беннет продала шубу в 1999 году, после чего она выставлялась в музеи США. Федеральный канцлер Австрии попробовал себя в роли доставщика пиццы. Целый день Кристиан Керн приятно удивлял жителей Вены. Канцлер перевоплотился в работника известной пиццерии «Эта любовь». Доставляя пиццу, Керн интересовался у заказчиков, какие вопросы современной политики их волнуют и готовы ли они предложить свое решение насущных проблем. В защиту науки. Тысячи ученых вышли на улицы по всему миру в знак протеста против политического давления на научные факты. Митинги прошли в более чем 600 городах мира. В Лондоне ученые прошли маршем от музея науки к парламентской площади. Акции также состоялись в Берлине, Австралии и Новой Зеландии, где тысячи людей вышли на марши в поддержку науки и против альтернативных фактов, пренебрегающих научными достижениями. В Монако представили летающий аэромобиль. Его салон рассчитан на двух человек. На дороге автомобиль развивает скорость до 160 км в час, на разгон до сотни уходит 10 секунд. Взлет происходит при скорости около 130 км в час. При движении на земле за безопасность пассажиров отвечают подушки и ремни с преднатяжителями, а в воздухе автоматически раскрывающийся парашют, интегрированный в корпус аэромобиля. Первые покупатели получат свои аэромашины в 2020 году цена новинки почти полтора миллиона евро. Космический телескоп Хаббл сделал уникальный снимок двух спиральных галактик. Они расположены примерно в 55 миллионах световых лет от Земли. Находятся в созвездии Волос Вероники и скоплении Девы, которое насчитывает около двух тысяч галактик. Ученые утверждают, такие фотографии позволяют понять, как бы выглядела галактика Млечный Путь со стороны. Лондонский бар представил коктейль с неожиданным ингредиентом – виртуальной реальностью. Клиент получает стакан 12-летнего виски и специальный шлем. А дальше отправляется в путешествие над широкими шотландскими полями и чистыми реками родины напитка. По словам менеджера бара, недовольных этим коктейлем еще не было. Правда, стоит он недешево. Чтобы сразу испытать и реальное, и виртуальное удовольствие, придется заплатить 18 фунтов.